Хорошо. Вот подключился к нам Тигр. Ассалам алейкум, Руслан. Да, прям. Как дела? Все отлично, как у тебя? Амдуль, да. Слушай, вот смотрю, ты как будто только на спорт собираешься. Или наоборот со спорта. Что? От со спорта. Мы только что с тобой с тренировки вышли. Очень свежо выглядишь. Слушай, ну, я тогда к делу перейду. Относительно недавно у тебя такой пост появился очень интересный. У тебя очень такой интересный пост появился. Пост-видеоролик, очень красивый, где рассказывается про Mudaraba Capital. И я думаю, что очень много вопросов у тебя было. Я вот хочу, чтобы ты мне объяснил вообще, что такое слово Mudaraba Capital. Мы все знаем, капитал, наверное, Mudaraba. Это что за английское слово или что это такое? Mudaraba. Начнем, наверное, с истоков, да? Как вы знаете, с некоторого времени мы вплотную обучаемся исламским финансам. Каждую поднирую среду нам проводят обучение. Очень известный человек в исламских округах. Сильнейший финансист. Что это? Я не знаю, его можно назвать, нельзя, кстати. Ну, ладно, зовут. Почему нет? Это он учитель. Форус Тэмор. И в процессе обучения мы услышали такую вещь, как Mudaraba. Что-то Mudaraba, вернем к этому. Это доверительное управление финансами. Допустим, у вас есть деньги, у вас есть средства, но вы не знаете, как управлять ими. В наше время частенько встречается такое явление, что люди могут заработать какую-то копеечку, но не могут их не приумножить. Не знаю, чем заниматься. Надо вещаться в современных реальных вокруг раздвинуться. Все рушится, бизнесы рушатся, торговля остановилась, ресторан и бизнес вообще в упадке. Про то я уже не говорю. То есть везде сейчас, грубо говоря, кердок. А Mudaraba слово, что такое само? Mudaraba это... Доверительное управление. Доверительное управление. Да, доверительное управление с финансами. То есть инвестор это рабуль маль по-арабски. А мы, я Mudarik. Человек приходит, инвестирует, и я управляю его с ислами. И вот я плавно к чему подхожу. Бизнесы все рушатся. В стране хаос. Ну, не только в стране, а вообще в мире, да, в целом? Да. То есть сейчас, если у людей есть какие-то небольшие сбережения, они понимают, что они могут их сейчас проесть. Просто проедят, они кончатся. Мы что предлагаем? Что мы предлагаем? Что вы... Вот мне интересно, да, вот в чем идея? В чем идея? Ваши деньги мы тоже утонем, заработаем и попилим прибыль. Это и есть Mudaraba. Все на самом деле началось очень давно. Хадиджа, мать проверных, ради Аллаха Уанг. Она в свое время давала средства, нашу посланнику Аллаху, ему давала средства, он ехал с караванами, делал торговлю, возвращался с прибылью и делили. Сейчас что происходит в данный момент? Точнее, что мы предлагаем? Рассказать схему или какие-то еще другие вопросы есть? Нет, у меня много вопросов. Ну, давай тогда по моим вопросам пойдем. Окей, я понял, что такое Mudaraba. Это еще, ну, как бы, это как исламский вид финансирования. Скажи мне, вообще, почему ты решил этим заняться? Почему я решил? Ну, если так, да, вкратце, почему именно исламские финансы? Почему непростые финансы? Ну, вы знаете, да, что с недавнего времени я стал практикующим мусульманином. Да, мы это заметили. От своего бизнеса, который был не халяльным, я отказался от всего. И как человек деятельный, я начал искать, куда бы мне все-таки приложить свои усилия, свои знания, открыть-то себя надо, потому что у меня есть определенный круг ответственности, ответственности, за которых я несу ответственность, точнее. И по воле Аллаха так получилось, что у нас создалась компания из шести человек. Попраздность проходите, вы увидите их всех. Ну, мы сейчас к этому вернемся еще. Вот сразу теперь следующий вопрос. Все, я понял, почему ты решил этим заняться. Вот ты говорил, что вы обучаетесь исламским финансам. А что значит обучаться исламским финансам? Ты имеешь в виду, ты будешь, именно прокачиваешься с точки зрения не просто каких-то, ну, как вот стандартного финансового образования, там, что-то такое, дебит, кредит, а именно уклон здесь идет, вот, ключевой, исламский. Да, это что это значит? Это какой-то другой вид финансов или что? Вот, знаете, я считал раньше себя мусульманином. Афиори. Я ходил там на жума-намаз, какие-то требования, там, пытался у разу держать. Но обычный, точнее, мусульманин, лайт-версия, отличается от практикующего мусульманин. Лайт-версия. Когда ты становишься практикующим мусульманин, то есть ты читаешь намаз и стараешься жить по законам Всевышнего Аллаха, тогда у тебя, как сказать, уже чуть другое мировоззрение. Ты прежде, чем что-то сделать, ты глядываешься наверх и думаешь, обозволено ли это, можно ли это. То есть за каждый шаг свой стараюсь контролировать, чтобы не накосячить. И плавно переходим к финансам. Исламские финансы, они опираются на нашу религию и работают согласно шариату. То есть в исламских финансах существует всего лишь 10 видов договоров. Условно. 10 видов договоров, там вообще от 8 до 12, и делятся на арабские финансы и на азиатские. Исламские финансы. Даже такая различия есть азиатские, арабские. Арабские, они более консервативные, а азиатские, они там любят вот так, чуть-чуть так договорятся. Вот существует образно 10 видов договоров об исламских финансах. Шаг, левый, шаг, право, храм. Все, нельзя, не дозволено. Слушай, ну я вот тебя слушаю, я так понимаю, что ты очень сильно прокачиваешься в исламских финансах. Ну с точки зрения компетенции. Есть какие-то вообще планы, да, на эту отрасль, назовем я так. Это такое открытое пространство, непаханное поле. Вы знаете, Василий, что исламские финансы, они опираются прежде всего на справедливость. Это чистые деньги, это барракатные деньги. Риба. Что такое риба? Это процент. То есть в исламских финансах нет процентов. Вообще никакого. А что значит нет процента? Я вот тут можно подробнее? Что значит нет процента? Приведем пример. Допустим, если вы вложите деньги в исламский банк. Деньги, положенные в банк, работают сами на себя и приносят деньги, это риба, это запрещено. Это весь мир в крахе. Из-за этого начинается несправедливость. Потому что люди ставят, ничего не делают, зарабатывают на процентах, угнетают при этом других, банки раздают кредит. То есть эту систему, я думаю, знают все. А в чем разница тогда от Мудараба и от исламских финансов? Ну, допустим, давайте Мудараба. Зачем, а банк еще далеко, хотя бы нам еще до банка далеко. Есть цель туда идти. Ну, вот в чем разница? Вот смотри, ты говоришь, что есть вкладчик, который приходит, назови, как еще раз ты его называешь? Вкладчик. Рабульмаль. И вот Рабульмаль, и ты как Мударик. Вот в чем разница, что вот он пришел и как будто в банк положил? Вот, допустим, у человека есть условно 10 миллионов тенгет. 10 миллионов тенгет. Идет банк, уложит на депозит. Ему капают проценты 16% годовых в год. А вы представляете, Блин, с девальвацией это жопа, конечно. Еще не то слово. И при этом банк зарабатывает огромное количество денег, крутя ваши же деньги. Что происходит в нашем случае? Вы приносите 10 миллионов тенге. 10 миллионов тенге. Мы заключаем трехсторонний искровочный договор. Банк исламский, мы и инвестор. Подожди, подожди, подожди. Вот тут ты сказал исламский банк. Это что за исламский банк? Заманбанк. Подожди, в этой схеме есть исламский банк? Обязательно, обязательно. Мы не принимаем деньги. Если бы мы принимали деньги, то это было бы похоже на какую-то финансию пирамиды или еще что-то. Мы не берем такую ответственность. Мы только контролируем ваши деньги и все. А куда деньги ложатся? Ну или кладутся? Насчет банк, который открывает Рабуль Маль. Подожди, то есть... Расскажи про Мударову. Давай, давай, давай. Если кладут деньги, мы с его согласия начинаем совершать торговлю. В нашем случае что? Мы только пока как официальные представители компании Астерский за это выступаем. То есть мы эти деньги вкладываем в выигранные тендера. Глос за бутылком. Не какие-то там частные левые. Тендера, не какие-то стройки там средства дорог, где откат им, откаты. Нет, только торговля. Только торговля. Допустим... Руслан, я тебя перебью, тут просто пишут, а с какой суммы начинается инвестирование? Сразу ответь, ответь человеку. Мне тоже этот вопрос интересен. От 5 миллионов и выше. От 5 миллионов и выше. Потому что мы берем тендера уже выигранные, а не там минимальная сумма от 5 и выше начинается. Просто миллион, полтора таких тендеров не существует. Ну да, конечно. Только с госзакупом и только с Амур-Казана. И уже только с выигранными тендерами. Образно скажу, вот вы пришли, допустим, 5 миллионов положили, выбрали лот, допустим, там поставку унитаза с города Томска до города Алматы, маржа такая-то, такая-то. Все, мы вам показали, согласны все. Все открыто, все прозрачно. Вы нам свои деньги не уложите. Вы уложите деньги, как я говорю, уже трехсторонний скроу-счет. Мы и банк. Человек приходит, уложит деньги в банк, открывает счет, уложит деньги в банк. Что мы делаем? Мы выбираем лоты и контролируем, чтобы ваши деньги через Аманбанк ушли по целевому платежу. То есть, образно, если бы вы пришли, мне деньги дали бы или компания Асекс дали бы, это было бы уже, да я сам бы не был бы уверен, что они по назначению идут. А тут мы через банк уже конкретно уверены, что ваши деньги ушли по назначению. Ушли, оплатили, товар пришел, отдали товар, маржу взяли, распилили и все. Образно так. Я правильно понимаю, получается, вот тут вопрос, вот при чем тут банк, да, вот у меня сразу, во-первых, банк, ну, как минимум, это банк, то есть, это не какая-то компания, куда приносишь деньги, это уже какое-то, ну, есть понимание, да, получается, банк знает, а то есть, вы контролируете через банк, куда идет платеж, и тем самым, ну, это как достоверность, сохранность средств, да, получается. Ну, это и ваша, и наша безопасность, можно сказать. Понял, понял. Окей, ну, у меня такой логичный вопрос, ты сам участвовал, да, в этом? Ну, сколько уже ты денег, уже сам вложил? Квартиру. Ты квартиру, прикольно. Конечно, чудес не бывает, там, положил, там, ничего не делать, деньги капают, но, у нас вообще, на самом деле, такая простая схема, если так по сути посудить, она очень простая. Есть компания на рынке, Астовский, из-за 15 лет на рынке. Да, я слышал про такую компанию. Более тысячи выполненных тендеров, на сумму, больше 250 миллиардов тенге, уже выполненных тендеров. Это два брата, Алмаз и Чингис, Кромангалеевы, они очень известные, компания очень известная, то есть, мы не стали бы работать, с кем попало бы, и неизвестную компанию, мы бы не стали привлекать деньги. Очень известная компания, очень известные два брата, один из них, Чингис, он преподает, как участвовать в этих тендерах. Алмаз, непосредственно, занимается эти тендерами. Мы официальные представители Астовский из-за, мы привлекаем средства, контролируем, чтобы они поработали, в нужном контроле, ваши деньги. Заманбанк, через Заманбанк, мы гидим, куда деньги уходят, доходят ли они до места, оплочено, если оплочено, все, добро, деньги возвращаются, и... Слушай, ну звучит, как очень безопасно, но в чем подвох, в чем подвох, просто звучит, очень безопасно все. А где подвох? Получается, ну, мы живем в такое время, где, ну, как бы, люди... Блин, е-мое, я сейчас... Вот этих вот, всяких ломбардов, гарантов... Ну да, вот даже вот, вот эта вот, недавняя ситуация, которая, ну, как бы, очень любой человек в стране услышал про вот эту ситуацию, что-то там, с тем же гарант, ломбардом и так далее. Но я так понимаю, у вас есть банк. Сто процентов, чем мы отличаемся от всяких этих ломбардов, всяких этих... Мы не принимаем деньги. Самое главное. В нашей рабочей схеме присутствует банк. То есть, человек, человек не просто куда-то отдает, не просто под какие-то залоги. Он приходит в банк, открывает счет, вложит деньги. Все. Скрою трехсторонний счет, как я уже говорил. По сути, вот, честно сказать, ну, все просто. Есть выигранный тендер, человек пришел, вложил, тендер выполнили. То есть, мы купили товар, товар пришел, мы его продали, прибыли взяли, попилили. Работаем дальше или не работаем дальше? Человек в любой момент может снять деньги, может оставить деньги. Риски, единственные риски, только какие, что там, я не знаю, там, война, наверное, или там, что ли. Ну, форс-пажорный, ладно, это как бы, это понятно там. То есть, пока существует бузаку, пока существует фонд Самрук Казна, доставка по чьому, тем более мы только с трех сфер работаем. Это образование, медицина, канцелярия. Как я говорил, никаких подрядных работ, никаких абсолютных. Ну, стройка, да, что-то еще, входов никуда. Он ли торговля? Купили, привезли, дали, маржу забрали, распилили. Все коротко, все ясно. Можете попробовать официально обратиться в компанию Астекс и у них спросить, как это работает, и попробовать с ними поработать. Просто они вам процент такой невкусный дадут, а мы вкуснее дадим. У нас эксклюзивные просто права. Прикольно. Слушай, тут много пишут комментариев, мне вот интересно тоже на них ответить. вот вопрос... И как вы? Нет, вот пишут, а если я положил 5 миллионов, я могу их снять частично через неделю, например, срочно нужно оказаться? Такое бывает, вот реально. Вдруг там там за учебу. Ну вот человек спрашивает, вот он положил 5 миллионов, через пару недель он сможет какую-то часть снять? Через месяц. А почему через месяц? Ну, обязательно по тендеру выполнить все. А, ну да, да, точно. Окей, логично. Скажу, многие эту схему знают, может быть, кто-то сам эти тендера выигрывал. Все знают, что тендер выполняется 40-45 дней. Мы за счет собственных средств мы вам снижаем сроки выплаты. То есть вы получаете выплату не через 40-45 дней, а через 30-32 дня вы получаете свою маршру. мы сделали все намного упакованнее, намного вкуснее, чем вы сами будете работать или напрямую в отрасли. Слушай, ну это прям какая-то магия получается, причем ты говоришь, что есть счет escrow между вкладчиком и банком. То есть там даже, вы так уверены, что даже банк вам говорит, да, пацаны, я за вас топлю. Наша деятельность начала скоро будет подтверждена шариатским советом. Исламский банк уже само о себе говорит, естественно они поддерживают такое начинание. Окей. Я раньше, в прошлой жизни в Джахилии в принципе был лидером. Теперь по воле Аллаха, да, я хочу распространять нашу религию. И распространять не там бегать топорами что-то доказывать. Нет. Если мы внедрим настоящий исламский финансовый институт в нашу страну, поверьте мне, не будет обиженных людей, не будет кинутых дочков, вкладчиков, мы не будем сильно там на кого-то надеяться высшестоящих. Все чисто, все прозрачно. Исламские финансы это огромный мир, о котором мы даже не знаем. Исламский ломбард, исламское страхование, исламские кредиты. Исламский ломбард? Ломбард есть. Прикольно. Сука вообще. Окей, мы к нему придем? Придем, да. Да, вот тут еще вопрос, извини, пожалуйста, тут просто очень... Мне это вопрос, который я тоже хотел бы задать, но тут прям опережают подписчики и пишут, какая доля вкладчика в прибыли? Это хороший вопрос, кстати, мы это не обсудили. Вот он положил, допустим, 5 миллионов тенге. Какая его прибыль, ну вот допустим, через месяц? 7-9%. Фиксированной ставки удара бы не бывает. То есть по исламу нет фиксированной ставки, это уже процент. Это уже риба. Ну правильно, потому что от тендера зависит. А почему, допустим, не 6, почему так 7? Коробка расскажу, откуда взялись эти 7-9%. Сейчас будут... Понимаете, что это больше 100% годовых, тогда как традиционно банк дает 16% годовых. Откуда появляется такой большой процент? Все очень просто на самом деле. Астекс выигрывает тендера от 28-35% моржи чистой. Давайте средне возьмем процентов чистой моржи с каждого тендера. 30% взяли мы, тендер выполнили, отработали и делим на троих. На Астекс, на нас и на инвесторы. То есть, грубо говоря, на троих попилили и разошлись. Нас это кто? Нас. Мударба. А, Мударба. Астекс, Мударба и вкладчик получается. А Заманбанк зарабатывает? Ну в смысле, Заманбанк. Операция в своих. А, все, все. Ну да, потому что они счет открывают на транзакциях. Так, окей. Так, следующий вопрос. Вот пишется, этот проект получается только для бизнесменов. Я думал, это для простых людей, которые имеют небольшие финансы. Например, 100 тысяч тенге и выше. Получается, ну, от 5 миллионов, да, только? Не, ну, почему простых людей? Допустим, вы можете что-то делать. У вас нет 5 миллионов. Ну, скиньтесь вдвоем, втроем, в четвером. Я уверен, миллион тенге в каждом доме есть. Придите, один человек пусть 5 миллионов положит, один пул создает, маленький пул на несколько человек. И, пожалуйста, с 5 миллионов, с 5 миллионов, чтобы вы понимали, будете иметь 400-450 тысячи в месяц. Ну, никто такие условия не даст. Положили, сидите дома. А вот из-за этого и так берем чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть. Так, тут пишут, Арман Дикий всех найдет. Я вот что-то не понял. Ну, ладно, так идем далее. Азаманбанк где находится, спрашивают. Только Аллаха боимся. Красавчик. Азаманбанк где находится? Ну, я знаю, где Азаманбанк. Это... Он такой очень консервативный, очень закрытый, нигде не рекламируется. Они такие... Ну, я говорю, вот эти исламские финансы, это целый мир. Такой он... И, между прочим, законодательно подтвержден нашими законами он подтвержден. Есть разрешение на всю деятельность. Мы вот сейчас, допустим, да, вот, сегодня изучали урок у нас был Тавакуль. То есть, страхование. Шикарные вещи. Они, самое главное, что они справедливые. Понимаете? Вот. Я даже вам больше скажу, да, Боржан? Человек пришел, положил деньги, положил деньги, и в случае там что-то перевернулось, вагон перевернулся, там, сгорело, ну, всякое бывает. Ну, конечно, да, да. Бывает. Мы несем ответственность. Хотя по мударам мы можем не нести ответственность, как бы, мударик, он только свое время теряет, и все. Но нам очень важно, как бы сказать, не репутация, а... Мы по справедливости хотим ко всем относиться. Если вы потеряете свои деньги, мы вам вернем их. Это в договоре прописано. Прикольно. Окей. Так. Вот теперь пишем... Я даже больше скажу, вернем. Если будут большие какие-то вот финансы, допустим, там, 100 миллионов, 200, 300 миллионов какие-то вливания будут, мы можем поставить залоги. Но процент будет меньше. То есть человек вложил деньги, мы ему даем залоги... Подожди, подожди. Еще раз, вот простыми словами. Если принес, ну, какая-то больше сумма, там, ты говоришь, 50 миллионов, да? Да. А еще... Больше 100 миллионов если человек приносит, дает... Ага. То есть он образно будет зарабатывать в месяц 7-9 миллионов. Отлично, да. Отлично. Конечно. А залог какой? Не понял. Кто залог дает? Мы даем залоги. Не понял. Мы можем квартиру залог поставить, но процент вы меньше будете получать. То есть вкладчику, чтобы он был спокоен, вы еще дадите квартиру? Да. В смысле, вы дарите квартиру или... Не понял я? Залог. То есть... Для чего залог? Не понял я. Ну, еще раз говорю, вдруг что-то случится. Ну, и для его, точнее, внутреннего спокойствия. Человек, вот, допустим, бывает же, ты дал деньги, тебе дали залог, и ты спокойно сидишь. Ну, квартира тебе останется, но заработать чуть меньше будешь. Прикольно. Прикольно. Со скольки эта сумма? С какого? Ну, 100 миллионов это большая сумма, но да. Зато, ну, для них, да, залог может быть. Прикольно. Окей. Так, вот тут спрашивают, мужики, как вы? Ну, все хорошо. Так, о чем речь? Ну, мы это уже обсуждали, за Манбанк мы ответили, тендеры раздаете, но насколько, ну, то есть, здесь речь не о тендерах, ребят, вы, наверное, поздно, к сожалению, присоединились, но прямой эфир Руслан сохранит, вы сможете у него глянуть. Так, а как насчет правительства? Они вам добро дадут? Руслан, вам дадут? Все законодательно прописано даже. Прикольно. Так, тут пишет, Руслан, я пока думал, вложиться ли в автоматон, еще и исламский банк, вопрос, автоматон или исламский банк? Ну, автоматон существует, я в этом проекте был, просто у меня, честно скажу, времени нет заниматься им, там, я открыто скажу насчет автоматон, я не отечник, я там не шарю, ничего, из-за этого я поучаствовал в этом проекте, но в какой-то момент я понял, бывает же не твое, Адам, цигерик, альхамдуля, спокойно, тихо работает, мусульманин, брат, если какие-то претензии есть, личку пишите, порешаем, не знаю там. Так, ничего не так. Кто-то желает успехов? ладно, там очень много, просто я все не буду задать вопросов, у меня есть пара вопросов, которые я еще от себя хотел задать. А кто-то пишет, кредиты давать нельзя, а никто кредиты не дает. Очень важно уточнить, что 7-9 за месяц, Да, 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 ужас, абсолютно верно, 7-5 процентов за месяц, то есть в среднем 400-450 тысяч с 5 миллионов, абсолютно верно, негодовых в месяц, в исламе банков нет, в интернете можно просто набрать исламский банк, и там столько банков уйдет, и все. Окей, ну, там, да, вот у меня теперь вопрос, Руслан, ты кто здесь вообще, ты кто, представитель этой темы, или, я не услышал еще раз. Соучредитель и директор компании. То есть, подожди, когда ты говоришь соучредитель, то есть, ну, я правильно понимаю, это значит, ты документально, то есть, ты не на бумаге там. А вот через какой орган можно проверить, кто учредители? Через ЕГОФ или через что-то можно же? Вот, допустим, люди, да, раньше Гаран-24 вкладывались, они не могли лимитально посмотреть, платят ли налоги компании, они там за год не платят налоги. Естественно, уже понятно, что что-то не то. Через курсор, на какой можно открыть, посмотреть, вот, мударба.капитал или Омабразерс, откройте, мы 6 учредителей, люди все известные, все друг друга знают. Так, ну, окей, ладно. Ну, настал, естественно, вопрос. Ты официально, документально соучредитель, то есть, ты не нанятый сотрудник, ты соучредитель компании. И сколько у вас человек соучредительства? Ты говоришь, это какие-то известные люди, это, ну, известность на себе, это кто? У нас вообще такая команда, команда такая собралась, каждый со своими суперспособностями. Значит, меня убираем, я такой, это не суперспособный, я такой, стремлюсь. Ты самый способный, Рус. А, наверное, медийный, самые медийные, это у нас Азим Жан, это Азим Акула, и Мирхан Маке Сакеевич. Самые медийные, наверное, вы понимаете, что они свою репутацию просто так не поставят. Они у нас за медиа подключают, скоро они тоже топить начнут. Мы-то что так помелочили? У меня аудитория. Они соучредители компании, документально. Круто. Пахать будут. Уже настало им то время, когда уже перестать быть чем-то бренд-амбассадором, чьим-то лицом. Уже настало то время и тот возраст, когда становится уже пора соучредителями, когда пора заниматься своим бизнесом. Плюс у нас, еще раз повторю, мы все мусульмане, мы все пятикратные, практикующие мусульмане. Наша цель – продвигать ислам, нашу религию. Ради того слова. А при чем пятикратный ислам и финансы? Финансы. Я говорю еще раз, исламский финанс основан на справедливости. Окей. По законам Аллаха, которые нам 1400 лет все завещали. Все там просто. Там шаг левый, шаг правый. Харам. Все просто так. Слушай, ну давай вот в сухом остатке. Человек. Я не рассказал. Один из них – это финансист известный, Ади Кейл, он такой красавчик. Андрей. Андрей Чай – это у нас сильнейший маркетолог, организатор, управляющий нашей компанией. Он такой у нас координирует, собирает, автоматизирует и процессуальный. И еще у нас есть гений IT. Я его называю нашко-оснанский Илон Маск. Вы его видите. Вот он сидит напротив меня. Это шестой наш учредитель. Человек, создатель искусственного интеллекта. Иншаллах, я думаю, нашу страну скоро прославит на весь мир. Он действительно умничка, с образованием. Он помимо того, что IT, он и финансист. Как, Буржан, еще там чувствует? Как тебе можно еще похвалить гостями? Большое спасибо. Как раз задается вопрос, гость, с кем вы являетесь. Ребята, это на самом деле не мизанс сцена какая-то или еще что-то. Меня зовут Буржан Джармухамед. Я являюсь также соучредителем, партнером в Ума Бразерсе. Один из проектов Ума Бразерса является Мударобо Кэпитро. Для чего мы вообще сделали прямой эфир этот, ребят? Я, ну, кто меня знает, просто я неизвестный в кругах, к сожалению, как ребята. Но в кругах именно IT-тусовки и финтех-стартапов я достаточно, ну, скажем, у меня есть свой проект. Вы можете посмотреть, Matrix Gold. Четыре года мы его пилим. И я просто вижу определенные очень интересные возможности. И эти возможности, которые сейчас Руслан описывает, также я прохожу обучение. Директор Заманбанка является нашим учителем, который, ну, просто очень круто делится своими знаниями. Я, на самом деле, в шоке. Я думал, что я многое знаю, но слушая каждое его занятие, Руслан, ты видишь, да, у меня лицо просто, у меня такие шары большие. Я в шоке от того, что мне так проходит. Поэтому... Слушай, ну, давай в сухом остатке. Теперь мы уберем все вот эти моменты. Получается, человек приходит, он, получается, он открывает счет в Заманбанке. Я правильно понимаю? В Заманбанке открывает счет. Вы, как мудара Бакэпитал, следите за тем, чтобы эти деньги расходовались Астексом через Заманбанк именно на то предприятие, на тот тендер, на который уже заранее выигранный. Выигранный, да. Абсолютно верно. Это же очень мало рисков. И я думаю, что... Ну, там на выбор лоты есть. Еще человек может сам лоты выбирать, если хочет. Если прям хочет играть, там, не знаю, там, выбирать, там. Слушай, ну, очень круто. Я думаю, знаешь как? Давай мы так сделаем, Руслан. Как идея... Во-первых, где офис? Давай скажем, у вас есть офис или вы онлайн? Да, да. Офис Нурлтау. Город Алмата. Офис Нурлтау. Блок 4А. 13-й этаж, 61-й офис. Добро пожаловать. Каждый день там с утра. Человек может прийти и получить консультацию от любого из нас, кто там находится. Я правильно понимаю? Да. Да? Руслан, я вот сейчас смотрю, нас смотрит 47 человек. Давай мы скажем, что у тебя сейчас после вот этого прямого эфира, ты отдельно запиши, пожалуйста, сториз, где укажешь адрес сайта, чтобы все, кто не задал вопросы или хочет задать вопросы, оставили свои данные, мы с ними связались. Ну, вдруг у них есть какие-то еще... Естественно, у людей очень много будет вопросов, и мы здесь, чтобы на них ответить. Ну, теперь мы, посмотри, теперь не только же, я только так пробная ласточка. Сейчас и Мир, и Хан, и Азим все начнут, мы будем... Ну, имейте в виду, ребят, пул ограничен. А что значит пул ограничен? Еще раз. Они не бесконечны же, это не какая-то пирамида, где вот так юбка растет. Есть ограниченное количество тендеров, на которые мы договорились с компанией Астаса привлечь средства. То есть определенное количество, оно не безграничное. Можно перебью тебя, пожалуйста? Вот просто я вижу, что здесь второй раз задают вопрос. В городе Актау вы имеетесь? Только Алматы. Ну, разницы же нету, в каком городе. Главное, что мы в Казахстане же находимся, ребят, все онлайн делается. Вот сегодня я с Тимуром разговаривал, чтобы счет открыть, нужен доверенный человек в Алмате. Ну, это же не проблема. Вообще не проблема. Ну, можете или нам доверить, мы можем открыть и управлять там. Или когда в следующий раз прилетите на себя, там, не проблема тоже. То есть я правильно понимаю, человек выпишет доверенность, кто-то пойдет, откроет счет за МАН-банк и передаст просто все документы. Значит, значит, не проблема же. Вообще не проблема. Слушай, ну, очень-очень интересно. Я считаю... Я еще раз повторюсь, тема какая. Давай-давай. У вас есть деньги. 5, 10, 15, 100 миллионов, 300 миллионов. Вы пришли. Доверяйте нам средства. Ложите их на счет в банки. Не нам, да я. Открывайте счет. Ложите деньги на счет банка. Заключайте с нами договор. И мы за вас работаем, участвуем в выигранных тендерах. Да, вот вопрос вижу. Уже в выигранных тендерах их очень много на самом деле. Каждый день без конца приходит. Вот один из примеров, это вот сейчас образование переходит на дистанционное обучение. И каждый класс оборудователь камерами, камерами там. Вот так, конечно. Ребята, я вам честно скажу, все бизнесы рушатся. А грузовку пока государство существует, он будет долго. По-моему, кризис не коснется грузовку. Это ты прав, потому что в любом случае государству сейчас нужно очень быстро принимать много дел. Слушай, вот спрашивают, в Атерау есть заман банк? Только Алматы. Я же говорю, он как ВИП, он такой консервативный, очень закрытый. Да, да, да. Вы только в интернете можете его... Вы где там по городу рекламу ее не увидите. Но при этом он с очень хорошим капиталом. Ну да, ты говоришь, если консервативный он. Слушай, вот вопрос задают. Договор на какой срок составляется? Трех месяцев и выше. Можем на месяц, если хотите. Просто нам на месяц чуть неинтересно с вами работать, честно скажу. Вы сейчас снимите, положите, снимите. А там же тендера 40-45. Ну, если принципиально хотите пощупать, в принципе, не вопрос. Можете на месяц. Я думаю, это очень честно отдать на месяц. Потому что люди сейчас... Ну, многие же обожглись и хотят доверия. Доверие сейчас. Люди хотят доверия. И говорят, только мы начали рекламировать. Ага, очередная пирамида, очередные мошенники, очередные то-то-то. Но мы на всем этом фоне выходим и официально заявляем. Вот мы, это наши. Мы никакие подстанные лица. Медиа поддержка нам не нужна. Мы сами как медиа поддержка. Мы сами, кому хотим, мы эту поддержку можем сделать. Мы выходим и открыто говорим. А вот, ребят, если есть какие-то средства, и вы хотите дозволенным способом, с точки зрения шариата, ислама, заработать деньги, добро пожаловать. Мало того, мы будем смотреть, с кем работать. Если эти деньги, я не знаю, там... Ну, мы будем тоже, интересно, конечно, пробивать. Если эти деньги каким-то недозволенным образом заработаны, ну, ребят... А, даже так? То есть вы можете отказать, что ли, получается? Ну, вот смотри, вот хороший вопрос, кстати. Как понять, говорят, закрытый? Я понять не могу, закрытый банк. Это как может быть определенное количество... Чуть вопрос неправильный, да. Розничных нету этих, не принимают. Как это было, когда розничных нету? Только VIP-клиенты. Ну, для физниц, да. И вот, говорю, и все. Так, пишут, откуда такая гарантия? Ну, хороший вопрос. Гарантии чего? Ну, я так понимаю, откуда такая гарантия выплат, я так понимаю, если я правильно... Как гарантия? Уже выигранный тендер, на него уже выделены деньги. Ну, задают вопрос, я просто читаю. Так, здесь вот еще читаю про... В случае, если что-то случится, да, мы гарантию по возводению. Ну, собственно, значит, за счет собственных средств. Ну, ты говорил, вы можете залоги давать, если сумма большая, да, что... Большая, да. Маленькие кредиты, маленькие суммы, в принципе, там. Ну, мы, знаешь, Бриджан, мы рассматриваем те риски, какие есть. Но мы же не Всевышний Аллах, чтобы знать все. У нас есть чистое намерение. Мы не скрываем, да, мы все собираемся, чтобы заработать деньги. Но заработать дозволенно способом и есть цели определенные, на которые нам нужны деньги. Руслан, я общаюсь с тобой, видя твою трансформацию, я понимаю, что, ну, действительно, есть большие у тебя планы. Я знаю, что ты еще параллельно занят организацией стройки мечети. Ну, это как бы отдельный разговор. Я просто периодически наблюдаю за твоим инстаграмом. Я вижу, как у тебя сердце за это болит. Ну, дай Бог тебе сил, терпения. Потому что тоже, наверное, ты со всякими встречаешься, интересно. Ладно, не на это ради Аллаха, если не надо. Так, тут пишут, возьмите меня на работу. Ну, Руслан, ты директор. Вот, наверное, вот кто-то хочет к тебе устроиться. Кстати, кстати, у нас мы можем с вами поработать в качестве агентов. Если вы идете, находите средства, их привлекаете, вы свой 1-2% будете ежемесячно иметь сначала. То есть, вот, допустим, кто это просит? Алиш, алиш, кто это, девушка или парень? Возьми мне на работу. Ну, скорее всего, парень, алиш. Это не важно. Если пойдешь, найдешь человека, который вложит, грубо говоря, 10 миллионов тенге, и ему открыто скажешь, я тебе там найду, короче, у меня оттуда дашь 1-2%. Вообще, я в любом уровне, даже 5% в месяц это годовые 60. Это вообще, такого нет. Ну, если сумма большая, если сумма очень большая, если человек привлекет нам 100 миллионов, то мы уже от себя можем дать уже смело. Все, я понял. Надо разговаривать. Адрес или, в принципе, мою личку можете написать. Не вопрос, я готов. В офисе сижу, я человек открытый. В городе, вы видите, в офисе всегда объясню, расскажу. Скоро, начало, ресторан достроим. У нас такое халяльное, такое будет. У вас здесь семейного отдыха будет начало скоро. Рестораннее можно, третье, как говорится. Ну, планы большие у нас. Вот, Руслан, давай последний вопрос. Я знаю очень. Я, в принципе, все вопросы задал. Вот здесь просто хороший комментарий. Вот пишет Раушана Рич. Пишет, например, внесли 3 миллиона тенге. Через какое время начинается работа с этими деньгами? Если человек через месяц передумал о деньги в обороте, тогда как? Очень хороший вопрос. Как я говорил, тендера уже выиграны. Как вы внесли, с момента подписания договора ваши деньги работают? Все, супер. Ну, окей. Я думаю, у нас еще, естественно, у людей... Через 30-32 календарного дня вас ждет выплата, вы ее сразу забираете. Сразу же забираете. Окей. Захотели? Предупреждайте. Я пришла, положила, через месяц... И вопрос, вместе с маржой, придите, заберите. Ну, второй раз мы можем с вами... Ну, третий раз снимает. Там же элементарные транзакции с банками, мы же теряем. Чуть неинтересно. Три месяца... Ну, я вот так скажу. Человек, когда почувствует вкус денег, когда он положит 10 миллионов и в месяц 700, 800, 900 тысяч имеет, не работая в принципе. И при этом сохраняются деньги. Я приведу пример такой. Человек открывает магазин, он закупает оборудование, вкладывается в аренду, в товар. И потом, когда он начинает работать, он считает, что он отбивает деньги свои. То есть, он сначала отбивает вложенные там 10 миллионов, потом идет на прибыль. В нашем случае вы сразу на прибыль уходите, при этом не тратя свое время. Все просто вообще. Положили, ваши деньги сохраняются. Просто имейте прибыль еще. Я понимаю, что звучит как сказка. Я когда сам, по-первых, это услышал, такой, да ты что? Но я знаю очень хорошо уже давно. Чингиза хорошо знаю. Алмазом познакомился. Спасибо. Я сразу продал квартиру одну и... Алхамдуля. Все, супер. Хочу еще... Ну, естественно, уже надо заканчивать. Но вот вопрос один очень-очень важен. Вот вам просто я не могу его... Вот пишет Али Айдар Амалов. Может, сори, если неправильно произнес. Пишет Ассаламалейкум. А выплата через банк идет? Конечно, тут же банки же. Руслан, у меня больше нет вопросов. Это, ну, звучит как очень безопасно. Причисто, али моржу. Так, давай мы так сделаем. Пожалуйста. Мы на все вопросы не ответим. Вопросов у людей много, некоторые повторяются. Запиши, пожалуйста, после этого прямого эфира отдельно сторис с ссылкой на сайт. Там есть форма обратной связи. Пусть люди заполнят, чтобы мы могли связаться и, ну, ответить на все их вопросы, какие будут. Я думаю, так будет правильно, потому что, в принципе, мы уже... На те вопросы, которые я хотел задать, вот у меня список вопросов был. Я их все задал. Поэтому тебе, Руслан, большое спасибо. Держи нас в курсе. Спрашивают, какая выгода для вашего банка. Банк не наш. Само банк не наш. Мы через него обслуживаемся просто. И через него контролируем средства, и все. Движение средств. Все, супер. Все просто, по сути. Все очень просто. Если что, все вопросы в личку. Есть офис на Ролтаву, блок 4А, 13-й этаж, 61-й офис. Приходите, поговорим, посетим, чаем угощу. Все, супер. Пожалуйста, тогда напиши в сторисе ссылку на сайт и ссылку на адрес офиса. И прямо напиши, что всех ждешь. Любой, кто придет, ты с удовольствием побеседуешь. Как здесь правильно завершить, а? Обычно. Обычно. Ты завершаешь прямой эфир, и потом у тебя он спросит, сохранить ли прямой эфир и вывести его в сторис. Все. Всем асалавалейку, рахматуллах, парад. Все славы Сынушима Аллаху. Вперед. Валейку. Валейку. Салам.